всем привет из калифорнии всем моим друзьям подписчикам всем делаю видео перед отъездом я улетаю традиционно в тайланд к своим в этот раз на две недели потому что я уже ранее говорила но еще повторюсь что для меня это очень много 3 недели 4 недели это вообще я уже устаю и мне хочется назад вернуться и неважно это америка была или россия когда я уезжала из россии отдыхать точно также две недели все край я понимала что никому это в этой чужой этой чужой стране не нужна и пора возвращаться и точно так же вот в америке я уезжаю все если это три недели или месяц но ничего не делать просто отдыхать это уже для меня через чур и я уже хочу домой потому что в том году я поехала по 4 недели что ли было и я уже так намаялась в конце все я уже хотела домой но у меня всегда вот такая вот происходит штука со мной здесь в америке что перед отъездом в россию куда-то в таиланд там мужем и не больше недели ездим куда-то поэтому это незначительно у меня начинается голодание по тому краю вот где я сейчас живу в чем это заключается не во первых всегда очень жалко бросать то чем я тут занимаюсь это опять какая-то это потеря у меня идет информации в том плане что вот я сейчас уезжаю представляете приезжает стас михайлов 14 числа я когда ездила в россии я думаю я на него там схожу но он там не гастролировал потом я здесь его ждала он не приезжал сейчас я улетаю и он приезжает сан франциска с концертами вот своим корпоративом я вообще очень уважаю его его жену я буквально его творчеством начала интересоваться может год назад где-то так слышала но все просмотрела его семьи о нем а жене обвинь и слежу за инстаграмом мне очень вообще нравится эта семья и вообще отношения ну вот не знаю прониклась я к ним и все и все я захотела пойти на концерт и он конечно же приезжать когда я уезжаю потом приезжает тут comedy club мой любимый точно так же и числа когда меня тут не будет и меня это очень печалит и поэтому вот это вот здешняя суета и вот это вот я не могу перед отъездом всегда на хвататься вот каких-то таких вещей это на велосипеде я начинаю активно ездить как пожирать вот это все что я вокруг вижу особенно в сан-франциско знаете это называется как последний раз вот серьезно потом вот сейчас такая классная погода стоит для меня это дожди начались и это самое классное время ходить в бассейн теплой водой купаться под открытым небом и находиться в джакузи зимой я от этого вообще просто балдею и это вот я не знаю поверьте мне это кайф неописуемый когда у тебя голова холоде или пол тела и остальное тело в тепле или в бассейне теплом ты купаешься а сверху прохватный или вот дождь идет как сейчас это это здорово и вот опять а у нас дожди же редко бывает и поэтому я вот этим не могу насладиться они будут у нас только в январе и каждый раз у меня вот так вот получается перед отъездом я не могу насытиться то что меня здесь окружает и поэтому каждый раз возвращаясь сейчас откуда-то я вообще такая счастливая что я вернулась обратно и у меня вот это вот здесь вот что очень сильно чувствуется потому что я не хочу уезжать вот так вот потом я очень тяжело собираюсь конечно же вот сегодня весь день собирала чемодан я опять не знаю что положить что не положить что мне пригодится что нет это у меня очень большая проблема я также говорила что указу каждого человека вот есть какой-то свой график отдыха раньше я отдыхала допустим один раз в год и я об этом не знала ездила могла вот два раза разбить но два раза в полгода и мне казалось что я вот если бы была возможность я бы вообще путешествовала день и ночь но когда эта возможность появилась ну в каком плане конечно же не каждый месяц там ездить а вот получается где-то три три в четыре месяца один раз для меня вот это вот график самый нормальный потому что когда приезжаешь эти чемоданы разбирать все график у меня тут жизнь избивается когда я уезжаю и поэтому меня вот этот вот график как я потом по него очень устраивает один раз куда-то поехать три в четыре месяца а где-то и получается вот и поэтому то что я думала раньше что я там буду путешествовать там неважно чуть ли не каждую субботу воскресенье нет для меня это очень-очень тяжело это уже отдых превращается знаете когда перенасыщенность идет чего-то вот это то же самое потом вчера я здесь сидела боже мой какой красивый был закат вот у меня за стеной вот эту штуку можно убирать и вот туда садиться и ты можешь наблюдать вот этот закат у нас на эту сторону выходит когда утром у нас со спальни горы видны с туманом а вечером вот когда на кухне из окна из спальни сына или из дакузи видно закат вот этот и он вообще он потрясающий ты вот сидишь на него смотришь конечно здоровское зрелище но не долго минут 15-20 но тем не менее я вчера сюда не стала камеру включать а сегодня решила вот сегодня наоборот дождик третье вся вот так вот вымокла вот это вот и есть вот это вот кайф весь такой вот потом опять на своих вот этих вот желаниях конечно же я бы хотела ездить с мужем и почаще куда-то но так как у него я уже говорила две недели всего отпуска в год и вот в том году мы никуда не ездили там не на какую не какую теплую страну на неделю потому что весь отпуск у него ушел на сына мы ездили в лос-анджелес потом он еще раз туда ездил на гольф у него и у него ничего не осталось в итоге куда-то мы еще ездили на так и что не помню и получается что и получается что девчонки допустим участвуют собирается там люда с кристиной пишут поехали с нами на гавайи что ли они не помню куда полом на гавайи кристина с мужем собирается и как бы девчонки поехали все вместе и знаете так загораешься ой тоже ведь хочется апрель но ты понимаешь что у тебя ведь мужа он работает мало ли что тебе хочется а ты завязана и все и вот и получается вот это вот такое желание тебе поехать но тебе же нужно сможем посоветоваться и я даже не советуюсь это вот я к тому что когда я одна уезжаю как это получается я ни разу допустим даже не подойду а так мужу и не скажу что слушай у нас вот девчонки все поехали там с мужьями ну у кого уже не работающие мужья на круиз я тоже поеду а ты тут оставайся работой знаете как то у нас это не принято мы все таки на территории америки отдыхаем вдвоем с ним куда-то ездим и я считаю ну вот если я начну вот это уже как бы переборщать с этим делом то я думаю что конечно ему это не понравится и я сама чувствую что если я начну вот так вот уже говорить что я тут из тебя поеду отдыхать со своей компашкой я думаю что это будет начало конца наших отношений поэтому вот в этом вопросе тоже приходится подстраиваться под мужа потому что он работает а заведуха конечно берет но тем не менее в этом году тоже он хочет все равно взять эти дни и куда-то там все равно поехать надеюсь что получится не не с девчонками не с компанией но хотя бы вдвоем опять съездить отдохнуть потому что он тоже устал и хочет уже отдыха он у него все не получался вот это опять вопрос о том что вот приходится в чем-то себя ограничивать вроде бы ты свободно и можешь там ехать куда угодно но тебя есть муж и пожалуйста поступай по-человечески мужу а как бы не не живи только для себя свои удовольствия а муж пусть там пашет а я буду веселиться и отдыхать только вот поэтому быстренько я в себе это управа написала девчонкам девчонки я тоже хочу ехать пошла разводиться я еду с вами ну как бы шутка такая конечно была вот поэтому вот пожалуйста и все делаешь то что тебе хочется зависимо вот так вот скажем но эту зависимость и сам выбираешь кто не хочет быть зависимым пожалуйста разводись и езди там куда хочешь с кем хочешь насколько хочешь так потом следующий вопрос по вещам я наделала видео она отправляла посылок там знаете ей классные итальянские свитера такие купила мужские это будет ну 23 февраля не знаю сколько у меня там штук вы знаете конечно я посмотрела в москве в сумме их цены но это просто ужасно тут тоже из кашемиром они с шерстью и made in italy и это ужас какие цены я наделала видео этих и я улечу света все это откроет можете заказывать потому что это все будет висеть на канале до тех пор пока я не прилечу обратно я прилечу первых числах февраля вот почта у нас слава богу господи слава тебе господи после праздников наконец-то открылась и посылку нам выдаст то что вот было до нового года не успела прийти также света все это вам отправить не волнуйтесь вот но извините за задержку ничего не можем поделать почта праздновала новый год и наша посылка где-то была на складе на который невозможно было попасть она он открывался вот только 9 числа и вот эта посылка только вот сейчас пришла ну вот праздники на всем сказываются ничего не сделаешь и я подходила в бутик томми хилфигер покупала там некоторые вещички и я рассказывала уже что там из китая женщина которая меня не любила потом она меня полюбила и потом она меня на работу приглашала и сейчас я прихожу она так радуется мне и предлагает там знаете из-за кормов всякие классные свете ручки вещички и мы с ней разговорились она спрашивает когда ты опять вроде бы там таиланта летишь я говорю ну вот сейчас и она мне говорит а я говорю я в этот раз мечу через тайвань через арабские эмираты мне очень не понравилось лететь потому что мне не понравилось обслуживание вообще их так хвалят и я так была разочарована потому что ну только отзывов положительных на все это и я не получила то что ждала она обслуживание было ужасное мы когда сели нас и вот нам воды не приносили не знаю часа полтора я так пить хотела какая-то еда невкусный самолет небольшой дом ну короче говоря и перелет гораздо длиннее чем я через тайвань и перелет гораздо длиннее чем чай я через тайвань лечу но я обожаю тайваньский аэропорт ну это остров тайвань она принадлежит китаю он принадлежит и разговаривали с этой которая меня не любила то сейчас любит китайка то и она мне говорит что она оказывается из тайване представляете я говорю ой зорю надо же говорю мой любимый аэропорт тайвань это я не была в аэропорту только и она говорит ой я так люблю летать сидишь слушаешь сидишь смотришь фильмы самолете в общем так классно на давай это расписывать я у нее спрашиваю когда в последний раз она летала в общем она 15 лет назад летала и я поняла что она уже давно не летала и скучает поэтому просто хочу сказать что перелет очень тяжелый самолете нужно сидеть 14 16 часов и ты выходишь никакой и я вот вылетаю допустим в 12 часов дня и я прилетаю в таиланд только через два дня представляете ну с пересадками там совсем и поэтому я на нее стояла смотрела думаю боже мой ну сразу же видно что ты давно не летала потому что перелеты очень очень тяжелые очень долго сидеть и ноги у тебя там вообще просто отваливаются когда ты уже выходишь самолета или их раздува так раздувает или они у тебя уже даже разогнуться не могут потому что ну столько часов сидеть это не шуточки там уже и спишь и сидишь и фильмов насмотришься когда интервал между самолетами то конечно же классно в этом зале лежать там на этих кушетках знаете подключился к интернету и смотришь фильмы это не в самолете сидеть как из фильма ужасов видите этот идет свет вот все у меня голова уже так намоклый вот когда руки выставляешь дождь на них попадает также классно так ну в общем то вот и все всем пока завтра на велосипеде поеду еще хочу сан-франциско покататься если дождя не будет отсюда может еще сделаю видео а так вы не знаю как тайванье интернет будет если будет то буду выкладывать видео если не будет то не буду потому что в те поездки но у меня не получалось выкладывать интернет ужасный и знаете так даже никто не хочется заморачиваться знаете там эти видео делать потом уже когда я приезжаю здесь я их начинаю делать и снова проживаю эти моменты вот поэтому на две недели с вами прощаюсь и магазин работает все можете заходить девочки там еще будут открывать товары которые также были до нового года забронированы там после нового года кто-то или не оплатил кто-то или забыл в общем мире не смог выкупить они также будут открывать эти видео поэтому заходите покупайте если что-то вам понравится а новый товар уже будет после того как я прилечу это будет уже в середине февраля наверное вот так вот все ну все всем пока всем хорошего настроения пока пока увидимся в начале февраля вы знаете я же забыла но мне просто делать ничего я тут видите сейчас одна сижу обычно же мы с мужем ходим а сейчас думаю ну что сидеть хоть видео сделаю я сегодня еще в доме прибиралась но моя любимая тема кто знает и я с таким удовольствием смотрю наташи квик видео когда она показывает во флориде эти замки ну какие красивые дома там конечно таким этим смотришь ну просто как эстетическое удовольствие получаешь от всего от площади как там ухожено все как красиво люди там мебель все подбирают и знаете смотришь вроде вот так вот и ну классно красиво много и вы знаете и у меня каждую пятницу вот это вот красота которую ты видишь она у меня постоянно пропадает когда я беру в руки тряпку и пылесос все эти средства и мне надо убирать дом и каждый раз вот эти вот огромные площади которые показывают в домах ну которые покупают и вот эти огромные площади они у меня сразу же начинают ассоциироваться это же все надо убирать кто это все моет кто это все убирает кто эту пыль там протирает на всех этих шкафчиков цветочках картинках знаете это такой огромный труд и его даже я вот так вот смотрю бассейны да вот эти площади огромные возле бассейнов это ведь тоже все нужно мыть бассейны естественно что бассейнах зимой не будешь купаться если они без подогрева ну и как правило они вообще для красоты вот так же их когда покупаешь дом с бассейном тебе кажется что все ты будешь каждый день там купаться и плавать и кайфовать но когда у тебя это появляется то ты понимаешь что ну два раза ты сходил и все больше тебе что-то не охота там плавать это с работы пришел тебе охота поесть приготовить телевизора посидеть посмотреть но никак не наматывать круги в этом бассейне там он душ сходил и нормально в ванной полежал кстати у нас ванная мы почему-то никогда я в ванной не вижу знаю ну потому что может джакузе есть вот и вот так вот получается что раз я это знаю как за этими площадями ходить ухаживать то естественно что у меня вот такие вопросы возникают и когда ко мне приезжала сестра моя с россией но я ее заставляла прибираться чтоб она прибиралась раз в неделю и мы в это время могли поехать там путешествовать посмотреть что-то и она знаете как выбиралась она могла прибрать только допустим один этаж сзади потому что говорит я не могу это слишком много очень тяжело и вот она там какой-то этаж уберет потом допустим на следующий день второй только этаж это я к тому говорю что это мне не кажется это действительно очень тяжело вот такие дома убирать и конечно же вот это вот допустим у нас джакузи я вижу какой за ней нужен уход этим занимается муж он вот там это фильтры знаете всякие такие вот устанавливает покупает всякие специальные вещички которые здесь дезинфицирует очищают воду потом сколько-то месяцев он тут меняет воду в этой джакузи а вот допустим воду поменять здесь это ведь очень большой объем воды и это же все деньги вода стоит и вы представляете допустим если бассейне поменять воду сколько это денег у вас уйдет на все это потом меня у подруги также бассейн на юге калифорнии и вот она мне также сказала про все это что конечно же он стоит для красоты у них очень красиво эстетическое такое удовольствие и когда гостей особенно приглашаешь классного так вот но она замаялась потому что в этом бассейне постоянно то лампочка сгорела то плитка отлетела эту плитку если клеить то там я не знаю это воду там сливать надо не надо ее сливать то ли какие-то клеи есть которые уже это приклеивает все в общем это постоянный уход и вот это вот все это все нужно мыть затем следить и вроде бы ну вот так вот и вроде бы смотришь по сравнению допустим с другими до домами тут ну такой небольшой это несчастная там джакузи вот как-то все так мало и ты понимаешь сколько сил нужно даже вот на такое небольшое так скажем на такой небольшой по американским меркам объем площадей вот этих вот для удовольствия вещей сколько сил на это тратится денег и ты уже вот ну я вот так вот на большие дома конечно смотрю и у меня все время возникает вопрос девчонки ну как вы прибираетесь потому что я постоянно поднимает этот вопрос потому что я знаю что ну не у всех есть дом работницы если ты на такой дом приглашаешь допустим женщину которая это будет убирать это вы знаете нужно заплатить 150 160 долларов а это как бы ну так немалые деньги вот ну хоть и даже на два раза это 350 долларов 320 даже 300 долларов месяц это два раза но это в неделе но это в две недели один раз все таки это конечно маловато в том плане вот я не прибиралась полторы недели и вроде бы и пыли мало в доме но все равно ты когда вот не прибираешься полторы недели вот прямо ну все пыли уже все равно это покрывается и санузлы естественно это все нужно мыть потому что это требует и санузлы хочу сказать вот если там четыре пять дней все равно тоже они грязняться и санузлы то приходится еще даже почаще мы чем полторы допустим недели дом там убирать вот это все короче говоря меня вот этот вопрос все время конечно же волнует потому что это мое ненавистное занятие кто смотрит меня вы знаете что я это не люблю и это очень нудно и у меня это получается очень долго и однообразно и короче говоря страшно мне даже представить что вот два раза допустим дом больше чем у нас у нас получается 240 квадратных метров но если там допустим 300 до 5 500 там спален 5 вот урика у сестры 5 спален 4 санузла не знаю кстати кто мне приходит помогать у них тоже бассейн этот и у них еще в бассейне стоит хитер обогреватель но девочки потому что маленькие были не специально с бассейном брали потому что если дети есть то конечно же бассейн будет эксплуатироваться по полной программе там пока девочки не вырастут и конечно они там зимой и летом в этом бассейне были и они специально покупали обогреватель чтобы вода бывать теплая а если обогреватель покупаешь это же электричество тоже наматывается на это все дело и поэтому вот так вот покупая большой дом то конечно же все это возрастает геометрической прогрессии все эти платежи уборки затраты вот на все это и поэтому работа работой работой и плоти 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 и бегай с тряпкой убирайся но опять ведь я про себя говорю кто-то же вообще любит убираться бассейне каждый день плавать поэтому ну не знаю что у меня сестра тоже она так любит на кухне готовить все там что-то по прибираться походить но даже для нее это было не по силам а что говорить про меня которая вообще не люблю прибираться вот так вот честно вам признаюсь не люблю очень монотонно вот и ну напишите видео как вам это убираться как как платить за это все это же вот зимой также обогревание у меня муж вообще какой-то мерзляк он видимо на гольф поле то когда находится зимой утром у нас этот хитер работает день и ночь он любит когда тепло дома а я как-то не очень так у нас я даже не знаю сколько он хватит но это то на чем он вообще не экономит но опять же если дом большой если кондиционер до летом зимой обогреватель тоже прилично по деньгам конечно получается и такой ревакс вот так вот это пену вот так вот собираешь пузырьков ну все всем пока буду сидеть вот так пузырьки собирать к рукам очень приятно это как в финляндии или вот где-то есть такая вода льется из крана она с пузырьками когда на руки попадает то очень приятные ощущения здесь точно так же вот эта пена ну ладно всем пока спасибо вам за компанию вот видите поговорила с вами видео сделаю некоторые темы обсудила и не совсем не не скучно и не одиноко с вами все всем пока пока пока